Уважаемые председатели, уважаемые гости, мы в нашем университете с 1999 года проводим исследования с помощью прибора ГРВ, камера. И за это время мы несколько патологий изучили. Мы занимались исследованием артериальной гипертонии, вегетативного статуса пациентов при артериальной гипертонии. Продолжение следует... Мы недавно проводили исследования, связанные с изучением доброкачественной опухоли, то есть полипов толстой кишки. И сейчас мы исследуем рак толстой кишки. Мы исследуем рак толстой кишки. Все вы же знаете, что заболеваемость и смертность раком по всему миру растет. И в нашей стране заболеваемость, смертность от рака толстой кишки у мужчин и женщин находится на третьем месте. Пик заболевания приходится на 60 лет и старше. И вот за год только последний на 4% больше стало заболевшим раком, чем в 2015 году. Вы all know that mortality of cancer worldwide is increasing right now. And in Russia, this is the third reason for mortality in general for men and women both. And the risks are higher in people older than 60 years of age. And during the last year, the mortality increased by 4%. Для диагностики новообразований толстой кишки в настоящее время используется достаточно много различных методов. Это и исследования крови на онкомаркеры, различные методы эхографические, рентгенографические, различные виды томографии. Ну, как вы понимаете, эти методы достаточно дорогостоящие, поэтому и востребованы скрининговые методы, которые были бы достаточно быстрыми, дешевыми, неинвазивными. И таким методом является газоразрядная визуализация. Значит, целью нашего исследования было оценить возможность диагностики новообразований толстой кишки с помощью прибора BOL. Мы попарно сравнивали три группы, контрольную с доброкачественными новообразованиями толстой кишки, то есть с полипами, и с злокачественными новообразованиями, то есть с раком. Попытались исследовать возможность диагностики рака толстой кишки в зависимости от его стадии и в зависимости от его локализации. На этом слайде вы видите, было проведено обследование 104 человек, из них 42 мужчины и 62 женщины. Количество слева диаграмма, где представлено количество пациентов в подгруппах, контроль доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки, и справа, опять же, распределение по среднему возрасту. Группы были проверены на нормальность распределения, и различия исследовались с помощью критерия студента и у критерия Банна-Витни. Критериями включения в исследование было наличие полипов или рака толстой кишки, и критериями исключения, применяемые в данный момент или химиотерапия, или облучение опухоли, таких больных мы не брали в исследовании. Больные имели злокачественное образование в различных отделах толстой кишки, преимущественно, как вы видите, это сигмовидная кишка, она более поражается этим различными видами рака, ну и прямая кишка. Мы исследовали указательные пальцы правой и левой руки, так как на них располагаются как раз отделы толстой кишки, которые нас интересуют, и отделы позвоночника, из которых также исходит иннервация толстой кишки. Параметры, здесь список параметров, которые мы исследовали, это стандартный список, который представляется в программном аппаратном комплексе БиОВЛ. Площадь, нормализованная площадь, интенсивность свечения и так далее. Всего нами было исследовано 217 показателей. Сначала мы первым шагом проводили сравнение между контрольной группой и всеми пациентами в сумме доброкачественным и злокачественным образованием толстой кишки. Там практически различий нам не было обнаружено, и причину этому я скажу ниже. Здесь перед вами представлена таблица со значениями, которые мы получали различия контрольной группы и пациентов с доброкачественными образованиями толстой кишки. Здесь представлены показатели, которые имели, скажем так, больший уровень. Наибольшие различия мы получили в площади и внутренний шум, параметры внутренних шум исследуемых секторов. Все мы получили между этими группами различия в 55 показателей и исследуемых нами 217. All in all, in 55 indexes, we saw differences. Дальше вы видите также таблицу с показателями различия между контрольной группой и злокачественными новообразованиями толстой кишки. Там уже было значительно больше различий, 75 из 217. И как вы видите, тоже параметры площадь, внутренний шум, интенсивность и энергия являются наиболее значимыми. And these are the most significant indexes, area, inner noise, intensity and energy. We saw the highest difference in indexes between the group with malignant tumors and those with benignant tumors. And we saw the difference in 209 indexes out of 217. В этих различиях это параметры интенсивности свечения, ГРВ изображения внутреннего шума, энергии и площади, нормализованной площади. We wanted to define the most significant parameters in this research, and we found out that they were area, energy, intensity and noise, inner noise. Также мы изучили динамику параметров в группах. Мы заметили, что значения параметров увеличиваются в группах с доброкачественными новообразованиями по сравнению с контрольной группой. А затем параметры исследуемые снижаются значительно у группы с раком толстой кишки. И причем это снижение, значения параметров становятся значительно более низкими, чем у контрольной группы. И вот эта динамика как раз и объясняет причину того, что когда мы вместе объединяли группы с раком и с полипами толстой кишки, они как бы нивелировали, усредняли друг друга показатели, поэтому различия между контрольной группой и группой всех больных мы не обнаружили практически. Вот здесь в цифровом виде представлена та динамика, которую мы обнаружили, что при заболеваниях полипами толстой кишки показатели растут, и энергетический фон увеличивается в организме, и затем наступает спадение энергии и уменьшение всех показателей, когда пациент заболевает раком. А как известно, в принципе, очень часто полипы как раз и преобразуются в рак. То, как мы видим, что очень часто мы увидели, что для всех человек nhân вредительные возق� ibanocaют. И мы знаем самых часто uswinел 1st counterintops покryptом. Ну и попробовали мы исследовать различия между контрольной группой и раком толстой кишки различных стадий. Но, к сожалению, пациентов с первой стадией у нас не было в наших исследованиях. И пока, в настоящее время, может быть потому, что у нас, скажем так, небольшое количество пациентов в группах, различия мы практически не обнаружили. Ну, скажем так, они незначительные. Ну и последняя часть этого исследования мы попробовали. Посмотреть различия между группами в зависимости от локализации рака толстой кишки в той или иной группе, получилось различное количество различий между этими группами. И количество различающихся параметров зависело от анатомической удаленности отделов кишки между собой. И чем дальше, скажем так, эти отделы между собой, тем больше различий у нас получалось. И затем мы пытаемся сравнивать локализацию, результаты в пациентах с различными локализациями. И мы видим высокую отличие в пациентах, которые были большей дистанции в локализации их тумерах. Я помню, когда мы приступали еще вообще к нашим исследованиям, практически 17 лет тому назад, ну, как бы очень многие говорили, что здоровый и больной организм, в принципе, может быть больной организм примерно так же выглядеть при разных патологиях. Ну, вот, оказывается, это не совсем так. Наш опыт говорит о другом. 17 лет назад, у нас были люди, которые сказали, что здоровый организм и здоровый организм могут выглядеть так же. Но после 17 лет исследования, мы видим, что это не правда. Так, в частности, когда мы изучали пациентов с артериальной гипертонией, исследовали вегетативный статус пациентов при этом заболевании. Мы получили, например, большее количество различий в параметрах на левой руке. И мы видим, что большее количество различий в параметрах на левой руке. И это было объяснено именно различиями межполушарных взаимоотношений при этом заболеваниям. Вот аналогичных изменений здесь, например, мы не обнаружили. И, скажем так, работают как разделяющие совсем другие параметры. Единственное, есть некоторое сходство в динамике. Когда мы исследовали артериальную гипертонию, у нас также получалось, что при первой стадии артериальной гипертонии показатели тоже в некотором роде увеличиваются, и затем ко второй и третьей стадии уменьшаются. Поэтому, когда мы объединяли всех пациентов с артериальной гипертонией в одну группу, то различий с контрольной группой получалось не так много. И еще мы одну небольшую работу проделали в этом году. Нас давно интересовало, насколько совместимы могут быть приборы. Вот мы артериальную гипертонию исследовали еще на самом первом приборе ГРВ-камеры, и мы те данные, которые получили, пропустили через прибор БиОВЭЛ. Это было больше 300, ну почти 400 пациентов с артериальной гипертонией. Вот характеристики по стадиям с разделением на мужчин и женщин представлены как раз вот на этом слайде. И также мы построили специальные решающие правила стройлика для разделения этих групп. И вот показатели специфичности и чувствительности представлены, скажем так, на этом слайде. Они достаточно хорошие, то есть, в общем, скажем так, наш вопрос, мы вполне ответили на него, что приборы, в общем-то, совместимы, скажем так, между собой. This graph shows that the mechanisms are compatible. Спасибо за внимание. Thank you for attention. Спасибо за внимание. Спасибо.